Новенькие внутриканальные гибридные наушники от KZ, они же KZ, они же Knowledge Zenit. На этот раз модель получила удобное в произношении название из трех букв. В моих руках внутриканалки с отменным звучанием Knowledge Zenit ZAX. Корпус наушников собран из сочетания полупрозрачных пластиковых чаш и внешней пластины из металлического сплава. Сочетание материалов положительно отразилось на акустическом звучании и дизайне наушников. Я бы описал их внешний вид как строгий. Своеобразные прорези и алюминиевая сетка внутри намекают на открытый тип наушников, но на самом деле наушники закрытые. За прозрачными элементами можно рассмотреть внутренности ZAX, а именно микросхему и целых 8 излучателей в каждом наушнике. Как и подобает внутриканальным наушникам KZ, в ушах они сидят надежно, а главное не мешают. Это способствует комфортному, даже долгому прослушиванию музыки. При этом они не сильно выпирают из ушей в стороны. Отмечу достойную пассивную шумоизоляцию, при которой во время прогулок на шумных улицах и даже в транспорте активное подавление шумов не требуется. Модель поставляется в черной картонной, типичной для производителя коробке. В наборе с наушниками комплект силиконовых амбушюр с насечками, немного макулатуры и заметно обновленный кабель, в нашем случае с гарнитурой. В качестве материалов используется посеребренная медь высокой степени очистки. Заки идут с уже сформированными заушинами и прямым стандартным джеком Г-образной формы. При необходимости, благодаря двухпиновым коннекторам, кабель всегда можно заменить на любой другой. Но это уже история для самых требовательных ценителей звука. Кабель достоин быть постоянным, я особой надобности в его замене не вижу. Внутри каждого из наушников 8 излучателей. Один динамический и 7 арматурных. Двойной динамик последнего поколения. 4 арматуры, отвечающие за средние частоты, и 3 отвечают за высокие. Китайские трудящиеся могут нашпиговать корпус наушников по максимуму. А вот связать между собой компоненты по-человечески и настроить звучание могут не все. В случае с ЗАГСами инженеры с Востока заметно потрудились в этом направлении. Модель получила оригинальный звуковой тюнинг. По звучанию они чем-то напоминают уже популярную модель ZSX. Только в этот раз раскрытие потенциала музыкальности, заложенного авторами треков, у них на несколько шагов впереди. Сразу из коробки наушники нуждаются в прогреве. Как это сделать, смотрите мое видео 7-летней давности. Просто в поиске YouTube напишите, как прогреть наушники. При этом Козет ЗАГС не нуждается в суточном прогреве. Им вполне будет достаточно от 3 до 5 часов. Импеданс позволяет слушать наушники в связке с любым смартфоном. Я для общей уверенности и раскрытия потенциала ЗАГСов для теста использовал достойный плеер Shunlink M2X. Звучание достигнут баланс или золотая середина между техничностью и музыкальностью композиций. Треки звучат детально, эмоционально и тембрально правдиво. Такие моменты редко достигаются в наушниках данного ценового диапазона. И все же пресловутые Козет удивлять умеют. ЗАГС выстраивает масштабную и читаемую стереопанораму с показателями явно как у некоторых наушников, которые дороже в 2 или даже в 3 раза. Средние частоты в полной мере выразительны. Высокие, с заметным акцентом, при этом звучат органично. Плотный телесный бас опрятно занимает свое место и не мешает остальным частотам. В общем, сторонники детального четкого звучания с мелодичностью и динамичной подачей однозначно оценят эти наушники. Рекомендую ли я Козет ЗАГС тем, кто в поиске хороших гибридных наушников? Рекомендую. Впрочем, рекомендую их послушать перед покупкой в салонах персонального аудио SoundMag. Тем более они находятся в Киеве, Днепре и Одессе. Цену можете посмотреть по ссылке в описании. Меня зовут Саня. Подписывайтесь на канал и верьте своим ушам.